История о 10-летнем школьнике, который терроризирует одноклассников и учителей, прогремела не только на весь Барнаул, но и дошла до федеральных СМИ. Об этом рассказала мама обвиняемого ребенка. Ее даже пригласили на передачу, но от участия она решила отказаться, как и пообщаться с нами на камеру. Но свою правду все же рассказала и поделилась фото и аудио доказательствами. Так, женщина опровергает информацию, что мальчика воспитывает отчим, говорит у ребенка родной отец, который, к слову, сына не избивает. Также утверждает, что описание поведения у ребенка не соответствует действительности. Половой орган мальчик не обнажал, а драки – это ответ на провокации и травлю одноклассниками. Это голосовое сообщение ей прислала мама другого второклассника. Они его провоцируют. Ну, говорит, правда, он не прав был, что действительно он сам полез, трогала. А остальные, вот, да, говорит, то, что она, да, кидала шапку, говорит. В основном они его провоцируют, на драки, на все, обзываются. Поэтому она говорит, я на них ругаюсь, говорю, что вы бессовестны, вы его провоцируете, а потом своим родителям и учительнице жалуетесь, что он виноват. Причем травля направлена не только в адрес мальчика. В родительском чате, судя по записи, словесно подначивают и саму женщину. Да, понимаете, жаловаться, вот, неохота идти, вот, я говорю, в голове, одна мысля вертится, вот, пойти и на ее, раз не научилась детей своих воспитывать, ее учить тогда надо. Вот, я говорю, из последних сил, диспальс, высасывает, чтобы не... Также мама мальчика утверждает, что обследовала сына у разных специалистов, но ни один из врачей не поставил диагноз, который бы указывал на психическое отклонение. Но в редакцию продолжают поступать жалобы на мальчика от родителей его прежних одноклассников. Напомним, школьника перевели в новый класс в ноябре прошлого года. Сейчас женщина решила разобраться в сложившейся ситуации через суд. Мы будем продолжать следить за развитием событий этой неоднозначной истории.